Всем привет! В этом видео я расскажу, как с точки зрения диетологии выглядит здоровая, сбалансированная веганская диета. А еще я расскажу об очень простом, но эффективном методе, благодаря которому вы сможете достаточно легко сбалансировать и свой собственный рацион. Это так называемый визуальный метод или метод тарелки, но о нем чуть позже. Итак, как же выглядит полноценная растительная диета? В 2003 году Американская Академия Питания и Диетологии совместно с диетологами Канады, две крупнейшие профессиональные диетологические организации в мире, публиковали статью о полноценности вегетарианской диеты. Также был опубликован сопутствующий ей гид по здоровому вегетарианскому питанию. В последствии авторы этого гида разработали и веганский вариант. В современном виде он выглядит следующим образом. В течение дня рекомендовано съедать пять или более порций овощей, где за одну порцию считается половина стакана сырых или приготовленных овощей, один стакан сырой зелени, половина стакана приготовленной зелени, половина стакана овощного сока, четыре или более порций фруктов, где за одну порцию считается один фрукт среднего размера, половина стакана нарезанных фруктов, половина стакана фруктового сока, половина стакана сырых или замороженных ягод, четверть стакана сухофруктов, три или более порции бобовых, где за одну порцию считается половина стакана приготовленной фасоли, чечевицы или гороха, половина стакана тофу или темпе, один стакан сырого горошка или пророщенной чечевицы, четверть стакана хумуса, один стакан соевого молока, три или более порции зерновых, где за одну порцию считается половина стакана приготовленной крупы или макарон, половина стакана сырой или приготовленной кукурузы, один кусок хлеба, одна порция орехов или семечек, где за порцию считается четверть стакана орехов или семечек, две столовые ложки пасты из орехов или семечек. Казалось бы, все понятно и в качестве справочной информации достаточно интересно. Но как же на практике пользоваться данными рекомендациями? Измерять каждый день количество съеденных порций, согласитесь, не очень удобно. К счастью, есть метод, который гораздо проще и практичнее. Его называют визуальный метод или метод тарелки. Диетологические организации многих стран принимают этот метод на вооружение, заменяя устаревшие пищевые пирамиды, схемы и таблицы. К примеру, сейчас вы видите официальный канадский гид по здоровому питанию. А это австралийский гид. Британский. Американский. Нидерландский. Этот метод наглядно позволяет нам понять, чего при формировании блюда в идеале должно быть больше, чего меньше, а также насколько больше или меньше. Веганский вариант визуального метода, основанный на том же гиде 2003 года, выглядит следующим образом. Половину блюда должны занимать фрукты и овощи. Ключевой момент здесь это разнообразие. Разнообразие цвета, разнообразие формы употребления в сыром или приготовленном виде, разнообразие способов приготовления и так далее. При этом старайтесь, чтобы зеленые и оранжевые овощи были у вас на ежедневной основе. Остальные цвета можно чередовать. В категории овощи и фрукты относятся также разнообразные морские водоросли. Отличный источник йода. Не забывайте их периодически употреблять. Также имейте в виду, что овощей в вашей диете должно быть немного больше, чем фруктов. Движемся дальше. Четверть блюда должны занимать зерновые. Здесь также важно разнообразие. Старайтесь часто готовить что-то новое, не зацикливайтесь на двух-трех любимых крупах. Например, если вы постоянно будете есть только рис и пшеницу, это может привести к недостатку незаменимой аминокислоты лизина, а также некоторых витаминов и минералов. Готовьте все, что вам доступно. Кукурузу, гречку, кино, рожь, овес, овсяную крупу, макароны и всевозможных видов муки, разные сорта риса. В общем, все, что сможете найти. При этом старайтесь, чтобы как минимум половину зерновых продуктов в вашей диете составляли цельнозерновые. Такие продукты содержат больше клетчатки, витаминов и минералов. Также замечу, что обычный картофель по своему влиянию на организм ближе к зерновым, чем к овощам и лучше его засчитывать именно в эту категорию. А вот сладкий картофель, батат, без сомнения относится к овощам. Ну и наконец, еще одну четверть блюда должны занимать богатые белком продукты. В нашем случае это фасоль, нут, чечевица, тофу, темпы, сейтан, соевое молоко и так далее. Как вы уже догадались, основной принцип – это разнообразие. Не стоит излишне переживать по поводу нехватки белка на веганской диете, но и пренебрегать его употреблением тоже не нужно. Если в основе вашей диеты будет лежать сбалансированный подход, который мы сейчас рассматриваем, то никаких проблем с белком у вас не будет. Одна из причин, по которой нам так важно разнообразие диеты – это довольно неравномерное распределение незаменимых аминокислот в растительной пище. В каждом растении свой уникальный набор. Одних аминокислот много в одном растении, других в другом. Разнообразие помогает нам получить с пищей все незаменимые аминокислоты. Итак, подытожим. Половина блюда – фрукты и овощи, четверть – зерновые и четверть – богатые белком продукты. Довольно просто. Но кроме этого, есть еще несколько простых, но необходимых дополнений. Первое. Не забывайте добавлять к блюдам полезные жиры. Они необходимы нам для поддержания жизненно важных процессов, а также для усвоения жирорастворимых витаминов. К полезным жирам в первую очередь относятся орехи, семечки, натуральные пасты и соусы на их основе, авокадо, оливки. При их отсутствии неплохим вариантом может стать качественное оливковое масло холодного отжима. Второе. Не забывайте на ежедневной основе употреблять продукты, особо богатые кальцием. К ним относятся обогащенный кальцием тофу. Кальций или одна из его форм должны быть отдельно указаны в списке ингредиентов. А также обогащенное растительное молоко или йогурт. К примеру, выпивая по стакану обогащенного молока утром и вечером, можно получить до 70% дневной нормы кальция. Также неплохие источники кальция это китайская капуста, кейл, бок чой, инжир, белая фасоль, соевые бобы, миндаль и миндальная паста, кунжут и тахини, семена чиа, апельсины и миласа. Не забывайте, чтобы наши кости были крепкими, недостаточно только кальция. Нам еще необходим витамин D, о котором чуть позже, а также постоянные физические нагрузки и движения. Третье. Добавки. На веганской диете обязательно нужно принимать витамин B12, так как с едой мы его совсем не получаем или получаем незначительное количество. Рекомендация. Один-два раза в неделю принимать витамин B12 дозировкой 2000 микрограмм. Следующая добавка – витамин D. Независимо от диеты, с едой люди не получают необходимое количество. Основной источник этого витамина – это воздействие солнечных лучей на открытые участки тела. В те дни, когда вы не проводите на солнце достаточно времени, рекомендовано принимать добавку витамина D дозировкой в среднем 2000 международных единиц – 50 микрограмм. И последняя добавка – омега-3. Эта добавка не является необходимой и ее следует принимать только если не получается обеспечить необходимое количество омега-3 жирных кислот естественным способом. Я уже выкладывал подробное видео про омегу-3 на веганской диете. Вкратце, если на ежедневной основе вы не употребляете грецкие орехи, молотые льняные семечки, семена чиа или конопляные семечки, а также масла из этих орехов и семечек, то вам скорее всего рекомендовано 2-3 раза в неделю принимать добавку омега-3 дозировкой 200-300 миллиграмм. Итак, давайте рассмотрим визуальный метод на практике. К примеру, на завтрак вы решили приготовить смузи. В качестве фруктов и овощей можно взять банан, кейл или любую другую зелень, также замороженные ягоды. В качестве зерновых продуктов можно взять гранолу, а высокобелковыми ингредиентами будут соевое молоко и гороховый протеин. Вместо горохового протеина можно также взять шелковый тофу или даже приготовленную фасоль. В качестве полезных жиров будут орехи в граноле. Запеченные овощи можно сбалансировать так. Берем разноцветные овощи и свежую зелень, цельнозерновые спагетти, запеченный тофу, а в качестве полезных жиров у нас будет соус на основе тахини. Перекус можно сбалансировать следующим образом. Берем свежие овощи, цельнозерновые крекеры и хумус. А чтобы салат был не только полезным, но и сытным, сделаем его так. Половину блюда будут составлять разноцветные свежие овощи и зелень. Четверть блюда это цельнозерновой рис и четверть блюда это приготовленная чечевица и свежий горошек. В качестве полезных жиров у нас будет заправка на основе оливкового масла холодного отжима. А если вы любите шаурму, ее можно приготовить так. Берем разноцветные овощи. В качестве зернового ингредиента будет цельнозерновой лаваш, а высокобелковыми ингредиентами будут запеченный тофу и соус на основе хумуса. Также в этом соусе будут и полезные жиры. Это тахини и оливковое масло холодного отжима. А если вы любите чили или подобное блюдо, можно сделать вот что. Берем разноцветные овощи, добавляем к ним замороженную кукурузу, фасоль. А в качестве полезных жиров берем оливковое масло или добавляем в уже готовое блюдо пасту из любых орехов или семечек. А теперь, когда мы рассмотрели визуальный метод в теории на практике, главный вопрос – а необходимо ли подобным образом балансировать каждое блюдо? Ответ – конечно же нет. Не относитесь к этому методу как строгому правилу. Не нужно, чтобы еда становилась еще одним источником стресса. Еда должна обеспечивать не только питательными веществами, но и приносить моральное удовольствие. Даже в здоровой диете есть место абсолютно несбалансированным блюдам – десертам, рафинированным продуктам. Главное, чтобы они составляли небольшую часть диеты. Значение имеет только то, что вы едите на постоянной основе – изо дня в день. Если основная часть блюд будет соответствовать рекомендациям визуального метода, то и диета в целом окажется сбалансированной. На сегодня все. Всем пока.